В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В гостях у нас Светлана Ермолицкая, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Приморского края, заведующая лечебно-профилактическим отделом Центра СПИД. И Юлия Черкасова, медицинский психолог Центра СПИД. Добрый день, дорогие гости! Добрый день! СПИД – что это за болезнь, Светлана Александровна? Много о ней говорится, но давайте напомним. СПИД – это первоначальное название этой инфекции, а сейчас более распространённая – это ВИЧ-инфекция, вирус именно от дефицита человека. Заболевание, при котором вирус поражает клетки иммунной системы, и с течением времени иммунитет снижается настолько, что развиваются так называемые вторичные заболевания – оппортунистические инфекции. Те инфекции, которые при нормальном иммунитете никак не проявляются, а при ослабленном иммунитете и иммунодефиците они начинают проявляться. Это может быть температура, лихорадка много месяцев, снижение веса, кожные проявления, спектр широкий, туберкулёз, как правило, это чаще всего поражает пациентов наших с иммунодефицитом. Ну так вот, если коротко, можно так ответить. То есть я правильно понимаю, что обычно, когда мы слышим вопрос, чем отличается ВИЧ от СПИДа, да ничем они не отличаются? Нет, это не так. ВИЧ – это ВИЧ-инфекция, вирус иммунодефицита человека. А СПИД? С ним можно жить. С ним можно жить долго и качественно, принимая антиретровирусную терапию, то есть терапию, которая помогает нашему иммунитету. А СПИД – это практически последняя стадия заболевания, когда иммунитет у человека разрушен, то есть синдром приобретённого иммунодефицита, синдром, комплекс, симптомы комплексов приобретённого. Это значит, что человек его приобрёл, а не родился с ним. Иммунодефицита – это говорит о том, что иммунная система нерабочая. Теперь понятно. Светлана Александровна, какова сегодня ситуация по ВИЧ-инфекции в Приморском крае? Давайте по России и по Приморрию. На сегодняшний день в Приморском крае выявлено около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но с учётом того, что люди убывают, прибывают, умирают, живущих на сегодняшний день около 10 тысяч человек в Приморском крае. Это на 2 миллиона примерно, как у нас население. Да, да, примерно. И в сравнении с Российской Федерацией уровень поражённости примерно такой же. По Дальневосточному федеральному округу у нас намного, ну, несколько выше поражённость населения. И наиболее неблагоприятные территории, поражённые данной инфекцией, это у нас городские округа Находкинский, Артёмовский, Уссурийский, Владивостокский городской округ, Партизанский городской округ и муниципальные районы, Октябрьский, Надеждинский муниципальные районы. Если говорить о гендерном составе, около 66% поражены мужчины, и 34%, около 34% заражены женщиной ВИЧ-инфекцией. И если интересует возрастной состав, то люди, лица, заражённые ВИЧ из впервые выявленных, до 30 лет составляют около 7%. От 30 до 50 лет, это наиболее трудоспособный возраст, их около 77%. И старше 50 лет лица, заражённые им, их около 15%. Вот так. И по пути заражения, если считать, то преобладающим путём остаётся парентеральный немедицинский путь заражения. Что это значит? Это заражение при употреблении наркотиков, внутривенных наркотиков. И с течением времени это число снижается немножко. Вот на сегодняшний день около 44% заражены. Остальные заражены половым путём, и причём половой путь заражения, он несколько увеличивается с течением времени. То есть парентеральный уменьшается, а половую увеличивается. А если посмотреть разницу в годах, то есть, ну, там, предположим, употребление наркотиков у нас было на пике, там, в 90-е годы, да? Тогда ВИЧ-инфекции было больше, чем сейчас или нет? То есть сейчас мы как-то снизили вот эту границу заболеваемости? Ну, количество человек, впервые выявленных в этом году, оно немножко снижается, но не так, чтобы прямо резко. Ну, некоторая тенденция к снижению есть. А какие задачи представляет собой Приморский центр СПИД? Задачами СПИД-центра являются профилактика ВИЧ-инфекции, лечение ВИЧ-инфекции и диагностика ВИЧ-инфекции. Ну, так, коротко можно, из трёх задач состоит наша работа. Мероприятия будут посвящённые как раз 1 декабря, День борьбы со СПИДом. У нас попросили провести мероприятия ДВФУ в ГУЭС, Далер в ТУС и Медицинский университет. Дальше мы посмотрим ещё, вероятно, будут ещё какие-то запросы. Это на ближайшие две недели наше мероприятие. И что это за мероприятие, что они из себя представляют? Ну, на этих мероприятиях мы приезжаем в, допустим, учебное учреждение, как в данном случае, либо трудовой коллектив или какое-то другое предприятие, куда нас попросили приехать. Мы проводим информирование, то есть какую-то определённую лекцию. Рассказываем людям про ВИЧ-инфекцию, пути передачи, про способы защиты, профилактики. Раздаём брошюры, листовки, то есть рекламки о том, как себя защитить, что нужно помнить, как себя вести. И проводим при возможности ещё и экспресс-обследование. Экспресс-обследование – это когда человек проверяется на ВИЧ-инфекцию, не отходя от учебного или рабочего места. У нас есть тесты, которые дают результат уже через 5-20 минут. Они бывают по слюне и по крови. То есть либо это берётся капелька крови, это кривной тест, либо берётся слюна с ротовой полости, это слюновой тест. Это абсолютно быстро, безболезненно, анонимно, то есть ни у кого не спрашиваем никаких параметров. Всё, все результаты выдаются тоже анонимно, по одному. В принципе, людям нравятся эти акции, они их поддерживают. Это где-то и возможность проявить себя и узнать впервые, может быть, свой статус, приобщиться к общему движению, показать, что я поддерживаю, допустим, данную дату, поддерживаю те мероприятия, которые проводятся. Интересно послушать, данные акции когда-либо помогали выявить человека, заражённого ВИЧ? На акциях всё равно, хотя обследуется, в основном-то считается, что здоровое население, образовательные организации, трудовые коллективы, но всё равно на акциях выявили, ну, небольшое количество, конечно, может быть, один, два, три положительных результата, но они выявляются. Просто дело в том, что обследование, оно идёт добровольное, и те люди, у которых, возможно, есть ВИЧ-положительный статус, они вполне вероятно не проходят эти обследования. Ну, либо есть те, кто почему-то не хочет проходить обследование. Ну, бояться, может быть, или не бояться. Всякие бывают ситуации, да. Мы насильно никого не заставляем, всё добровольно и анонимно. А в каких случаях нужно делать тест на ВИЧ? Ну, у нас есть несколько основных случаев, при которых нужно будет сделать тест на ВИЧ. Во-первых, если был половой контакт с человеком, ВИЧ-статус которого вам неизвестен. Во-вторых, если был опыт употребления наркотических веществ, особенно если с кем-то вместе. И третье, это если вы сделали пирсинг или татуировку, допустим, у мастера без лицензии или где-нибудь в компании друзей, где, конечно, о стерильности речи никакой не шло. Когда нужно сделать тест? Первый тест делается, ну, можно сделать в ближайшее время, чтобы определить, есть ли ВИЧ-инфекция на данный момент или её нет. Второй тест делается через 3 месяца, когда проходит период окна, то есть в то время, когда инфекция может не выявиться тестами. И следующий тест делается через 6 месяцев от контакта, то есть как минимум 3 теста. А вообще рекомендуется следить со своим здоровьем по этой части примерно в течение года. Через год уже точно, если ВИЧ-инфекция не выявлена, то её нет. В тот раз, значит, не заразился. Но если они повторяются, такие моменты, или даже если выясняется, что партнёр был ВИЧ-положительный, то, конечно, надо делать тест. Слушайте, ну вот интересный момент получается. Мы, когда нас кладут в больницу, допустим, в женских консультациях, ещё где-то, всегда берут тест на ВИЧ. Не всегда. Ну сколько раз у меня такого перед операциями берётся тест на ВИЧ. Ну, казалось бы, допустим, я относительно здоровый человек, не считая каких-то хронических историй, с такой положительной историей жизненной. Ну откуда бы взялся ВИЧ? Зачем у меня брать этот тест? То есть можно человеку, благополучному со всех сторон, там, не наркоману, не какому-то социальному, заразиться и каким-то бытовым путём? Как это происходит? Нет, бытовым путём, конечно, заражения быть не может. Но обследоваться нужно, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Это даже сейчас уже становится в тренде и такой как бы положительный момент, что человек обследуется хотя бы раз в год и знает, что он не заразился и не заражённый. В этом плане он здоров. То есть такого, что там лечил зубы, сходил, не знаю, на маникюр куда-то, такого не бывает. Таких случаев практически нету сейчас. Потому что везде, как правило, это одноразовый инструментарий и исключены такие случаи. Ещё бы хотелось добавить, что да, вот вы говорите, что хожу по врачам, сдаю, но иногда люди даже не знают, какие анализы они сдают. Они не придают значения тому, что у них берут. Поэтому вполне возможно человек может быть и сдавал кровь на ВИЧ, может быть не сдавал. Он этого не знает, потому что не вдаётся в подробности. А в принципе получить ВИЧ может практически любой человек, кто хотя бы раз не позаботился о своей безопасности. Ну да, тут от половых контактов незащищённых никто не защищён, наверное. Ну и менталитет у нас у народа такой, что да ладно там или что-то да не может быть тут половой партнёр, что не может быть, чтобы он был ВИЧ-инфицирован, ну и об этом в общем-то чаще всего не думают в такие моменты. А по поводу вот медосмотров, что не все знают о чём, вернее на что они сдают кровь, что чаще всего думают, что берут на всё. Я же каждый год прохожу медосмотр и как бы наверняка меня обследовали, а в обычный медосмотр не всегда это входит. И поэтому лучше самому знать, что ты обследовал и обследоваться. Ну на самом деле я помню, как где-то в медицинском учреждении у меня брали тест на ВИЧ и я была так взволнована. Я понимала, что нет, у меня нет никакого ВИЧа. Ну зачем, да? Так волнительно такой момент, и ты сидишь, идёшь, думаешь, а вдруг положить? Ну мало ли, откуда-нибудь зубы-то лечила те же, ну вдруг взялось откуда-нибудь. Поэтому, да, такой какой-то элемент волнения присутствует. Люди каких социальных статусов чаще всего болеют? Ну сейчас дело в том, что ВИЧ-инфекция она уже вышла за пределы каких-то, да, замкнутых небольших групп населения либо неблагополучных и распространяется в общей популяции. Дело в том, что ВИЧ это всё-таки, да, инфекция, она не выбирает кого поразить. Мужчину, женщину, подростка, взрослого, богатого, бедного, людей с каким-то цветом кожи отличным, нет, такого не бывает, это болезнь. Если человек не позаботился о своём здоровье, о своей безопасности, он вполне вероятно может её получить. Я очень часто слышу, допустим, да, от активистов среди ВИЧ, кто-то когда говорит, что у него ВИЧ-отрицательный, статус добавляет, что я понимаю, что я просто чудом, каким-то случайностью не получил ВИЧ. Это просто большое везение. Потому что, ну, все мы люди, у нас у всех есть свои какие-то желания, потребности, где-то мы можем сделать глупость, где-то нет. Особенно такое бывает часто, когда у человека в жизни происходит что-то тяжёлое и наваливаются, да, не очень хорошие решения, то есть не думая. потому что действительно один раз себя где-то не проконтролировав, можно вот попасть в такую историю. А вот вы уже сказали, что статистику вы приводили и сказали, что чаще, получается, болеют мужчины, чем женщины. А почему так получается? Ну, мужчины в силу своего, наверное, привычек или менталитета, что они больше подвержены вредным привычкам употребления алкоголя, те же наркотики. Поэтому они чаще болеют больше степени. Не то, что они в большей степени заражаются, а больше подвержены вот этим вредным привычкам, и поэтому количество мужчин больше в количестве среди заражённых ВИЧ. Ну, мужчины всё-таки в отличие от женщин, они не так следят за своим здоровьем. Всё-таки большая часть женщин обследуется постоянно, потому что они в дальнейшем планируют беременность. На беременность для женщины влияет в принципе всё, что было у неё в жизни. Также мужчины, в отличие от женщин, практикуют более опасное поведение, а не безопасное, как женщины. Это можно даже объяснить нашими культурными установками, что приписаны две роли, мужская и женская. Мужчина агрессор, мужчина у нас рисковый, женщина спокойная, тихая и никогда не рискует. И поэтому мужчины позволяют себе где-то, допустим, иметь больше сексуальных партнёров, чем женщина. Это и вредные привычки, и где-то может быть какое-то утаивание своих болезней, и в принципе нечастые обращения за какой-то помощью. То есть мужчины иногда даже боятся просить помощи, если она ему нужна. Всё-таки из-за того, что многие воспитывались в определённых установках, что нужно быть сильным, мужчины не могут себе позволить проявить слабость. А обращение по заболеванию куда-то для них может рассматриваться как слабость. Ну и, собственно, если мы говорим о половом пути заражения, то это стремление к каким-то романтическим победам, чтобы доказать другим, что я мужчина, я мужественный, я успешный. Такое тоже, к сожалению, бывает. Из-за того, что человек хотел как-то утвердиться, если у него других способов нет, он получает ВИЧ-инфекцию. Сразу видно психолог. Всё разложено по полочкам. А если же человек болен, но не знает об этом, он может как-то по своему самочувствию предположить, догадаться, что у него ВИЧ-инфекция. Есть какие-то характерные признаки? Ну, в тех случаях, когда заражение произошло недавно, допустим, или в пределах пяти лет, то проявлений может никаких не быть. Почему мы активно как бы призываем к тому, что нужно обследоваться каждый год? Потому что каких-то признаков не бывает. Ну, может человек, может подняться температура, несколько дней может протемпературить, но это опять же не основной признак, это может так протекать любой РВИ. И поэтому, когда уже именно он заподозрит, там тяжело болеет, или там несколько месяцев температурит, снижается вес, это уже может сказать поздняя стадия выявления болезни. И поэтому чем раньше выявил, раньше начал наблюдаться, лечиться, и сохраняется трудоспособность, и качество жизни сохраняется. Ну вот, хочется спросить про качество жизни. Человек ВИЧ-инфицированный, он способен качественно прожить свою жизнь? При раннем выявлении способен. То есть, при раннем выявлении назначение своевременное лечение, то есть, это таблеточки, это не инъекционные препараты. Прием таблеток один-два раза в сутки, в общем-то, по питанию нет никаких ограничений. Прием таблеток, основное, что нужно, требуется от человека, это регулярный прием, режим приема препаратов и наблюдение. То есть, периодически, раз в 4 месяца, раз в полгода приходить сдавать специальные анализы, не прерывать прием таблеток и качество жизни сохраняется. Ну и вообще, в принципе, как и всем людям, рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, активно проявлять себя в обществе и продолжать общаться со своими друзьями и близкими. Ну, психологически, наверное, это же тоже какое-то давление на человека оказывает наличие такой болезни, поэтому и есть психологи при спеццентре, я так думаю, да? У человека, который живет с ВИЧ-положительным статусом, действительно, есть несколько причин, которые могут ухудшить его качество жизни, если он с этим ничего не делает. То есть, это осознание того, что у человека есть ВИЧ-инфекция. Обычно это у нас большая стигма. То есть, кто у нас получает ВИЧ? Тот, кто неправильно себя вел. Это подкрепляется у человека на уровне его. Если он действительно себя вел, ну, неправильно, говорим в скобочках, если был опыт употребления наркотиков или если обращение, да, к коммерческим секс-услугам. А если человек получил ВИЧ-инфекцию другим путем, ну, вот одни единственные отношения. И вот так получилось. Человек тогда, ну, думает, за что мне это. Тут важно не то, что себя корить за то, что прошло. То, что прошло, то прошло. Но жизнь можно изменить всегда. То есть, даже с ВИЧ-инфекцией можно жить дальше. Также на человека влияет именно прием препаратов постоянный. Это тяжело, но любая хроническая болезнь подразумевает под собой прием каких-то препаратов. Да, будь то сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Ну, хочешь хорошо жить, принимаем таблетки. Хорошо, если это таблетки, а не, допустим, инъекции постоянные. Вот у нас пациенты говорят, что лучше, конечно, я буду пить таблетки, чем каждый день ставить себе уколы. Плюс у некоторых людей есть определенные моменты трудности в коммуникации с другими людьми. То есть, это идет, как и в случае, если он неправильно себя вел, неправильно, говорю в кавычках, человек ограничивает себя в общении. Но это делать не стоит, наоборот, нужно продолжать дальше общаться с людьми. Когда человек продолжает жить практически жизнью такой же, какая была у него до приема лекарств, до того, как ему поставили влечь положительный статус, он понимает, насколько мало в его жизни изменилось. Это человеку очень радует и мотивирует то, что он может жить дальше, так же, как жил. Ну, за исключением того, что он будет лучше следить за своим здоровьем. Но этот человек может заниматься спортом, заводить семью, я не знаю, путешествовать, отдыхать. Это все доступно человеку? Да, все доступно. И спорт, и отдых, и работа, и в том числе здоровые дети. И здоровые дети тоже. Да. Я вот хочу добавить в отношении таблеток, что таблетки выдаются бесплатно за счет, государство финансирует это лечение. и выдаются тоже они не на месяц, а на длительный период, от трех до четырех месяцев. Иногда, в зависимости от обстоятельств у пациента, иногда до шести месяцев выдаются таблетки. И поэтому можно и путешествовать, и работа там, связанная с командировками, это все позволяет делать. В отношении здоровья, здоровых детей, женщина, когда планирует беременность, естественно, она должна обследоваться, и в том числе на ВИЧ-инфекцию. И регламентирующими документами нашего края предусмотрено обследование беременной женщины трехкратно за период беременности. И если она выявляется ВИЧ-инфекцией у беременной, то ей назначаются также препараты. Прием препаратов подавляет размножение вируса и способствует тому, чтобы ребенок родился здоровым. Те женщины, которые наблюдаются во время беременности и обследуются все вовремя, как бы не откладывая там куда-то на последние сроки, они рожают здоровых детей. То есть у ребеночка тоже будет шанс. Да, будет шанс. У женщины будет шанс на материнство. Да. А живут такие пациенты среднестатистическую жизнь или чуть меньше? Среднестатистическую. Нет. При соблюдении всех рекомендаций врачебных продолжительность жизни не отличается от продолжительности жизни в общей популяции. А как общество должно влиять на снижение ВИЧ-инфекции? Ну, в принципе, если говорить со стороны тех, кто проводит профилактику, то есть, да, это медицинский сервис, мы этим занимаемся. То есть проводим определенные акции, это и скрининговое тестирование, то есть тестирование населения на ВИЧ-инфекцию в разных случаях. Это и продвижение здорового образа жизни, собственно, что должен человек делать. Если у него какие-то сомнения в отношении ВИЧ-инфекции, он может сам поискать эту информацию, ну, естественно, на нормальных сайтах, то есть на тех, которые официальные, где есть хорошая информация. То есть, допустим, эти же сайты спид-центров либо по месту жительства, либо, в принципе, общих российских. Также это человек должен придерживаться личной безопасности, то есть какая у нас личная безопасность. Не принимаем наркотики, пользуемся барьерной контрацепцией и следим за чистотой, гигиеной каких-то, может быть, своих косметических процедур. Но это тоже не первая важность, потому что сейчас все стерильно дезинфицируется. Главное все-таки не ходить куда-то в подполье. Там всякое бывает. Также люди должны следовать здоровому образу жизни и, наверное, если у них есть достоверная информация, передавать ее другим, чтобы не сформировать образ негативный в отношении людей с ВИЧ-инфекцией. Потому что дискриминация людей с ВИЧ у нас существует. Из-за этого они могут жить хуже. Мы должны прийти к тому, да, такому состоянию общества, где ВИЧ-статус не будет первым и главным в отличии между людьми. Юлия Сергеевна, ну вот к вам, как к психологу, чаще всего, с каким вопросом приходят люди? Ну, знаете, наверное, даже не вопрос, а состояние, которое характерно для тех, кто ко мне приходит, это и приходят люди за консультацией до того, как сдать тест, это приходят и пациенты с своими вопросами. Если говорить о дотестовом консультировании, то есть, что проводится я, провожу информирование с человеком. Насколько он вообще знает, что такое ВИЧ-инфекция? Встречаются люди с так называемой спидофобией. То есть, когда человек панически боится получить ВИЧ-инфекцию. Стоит сказать, что именно спидофобию как последнее состояние может диагностировать только психиатр. То есть, он только может понять, что это, какой-то триггер, то есть, пусковая кнопка, человек услышал что-то страшное, испугался. Или это, в принципе, состояние свойственное для человека, который переживает за свое здоровье, там, не знаю, за кости, за почки и за ВИЧ. Либо это именно спидофобия последняя стадия, где человек видит самое страшное везде, не знаю, там, пошел куда-нибудь в общественный туалет, там было пятно на унитазе, ой, я мог заразиться. Там я прошел где-то по улице, потом ботинки помыл своими руками, ой, тоже мог получить ВИЧ-инфекцию. Он знает пути заражения, знает профилактику, но он все равно сомневается. То есть, спидофобия – это неуверенность, в принципе, вообще ни в чем. То есть, если человек чувствует, что он как-то особо уязвим в отношении ВИЧ-инфекции, либо мог ее получить, что нужно сделать? Первое, конечно, нужно все-таки все проверить. То есть, сравнить свои предположения с тем, что прописано везде официально. Что это у нас? Половой контакт, употребление наркотиков, остальное как бы нет. Пот, слюна, слезы, вот это все безопасно. А те жидкости, в которых содержится максимальное количество вируса для передачи другому человеку, это кровь, спермо-вагинально отделяемая. То есть, только два пути. Инъекционный, половой. Также, если человек чувствует, что он мог получить ВИЧ, об этом можно поговорить со своими родственниками, с близкими, с тем, кому можно доверять. Обычно такие беседы снижают уровень тревожности. Также, если человек не может самостоятельно справиться со стрессом, то можно обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы этот специалист помог поработать со страхами, которые человека гложет. все достаточно понятно, как тут поступать. Светлана Александровна, что пожелаете, наверное, нашим слушателям в день борьбы со СПИДом? Слушателям я пожелаю здоровья, в первую очередь, при необходимости, даже если нет необходимости обследоваться на ВИЧ, это можно сделать либо во время акции, либо при очередном посещении медицинского учреждения, то есть при ежегодном медосмотре, который проходят все работающие, или вот сейчас идет акция в медорганизациях «Здоровый я», когда можно тоже сдать кровь на ВИЧ и знать свой ВИЧ-статус. А в принципе, это элементарные правила здоровья, не употреблять наркотики, при половых контактах использовать презерватив, чтобы потом себя не корить, зачем же я вот не использовал. Ну, вот таким образом. Ну и, наверное, не бойтесь узнавать о ВИЧ-инфекции, ведь знание – это сила знания, то, что поможет вам защитить себя и поможет жить в гармонии с другими людьми. Отлично. Я желаю, чтобы все были здоровы. Это самое главное. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. В гостях у нас были Светлана Ермолицкая, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Приморского края, заведующая лечебно-профилактическим отделом Центра СПИД, и Юлия Черкасова, медицинский психолог Центра СПИД. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин